Я виша кэнэ айэ, и фурна фиэйэ дай. Но при желании даже поучаствовать в процессе. Секс-революция в нашей стране состоялась почти полвека назад. И сегодня в дома престарелых вселяется послевоенное поколение датчан. Эти люди привыкли свободно распоряжаться своим телом. Поэтому персонал должен с пониманием относиться к их желанию быть сексуально активными до конца своей жизни. У каждого обитателя этого дома престарелых своя судьба и общий диагноз – деменция. Проще говоря, приобретенные слабоумия. Однако помутнение рассудка, как выясняется, вовсе не отменяет сексуальное влечение. А я всегда был активным по женской части. Даже больше, чем надо. И здесь тоже? Да без проблем. Знакомишься с симпатичной дамой, приглашаешь к себе. И порядок. Персонал в эти дела не вмешивается. Дверь на ключ и кувыркайся на здоровье. Не исчезло желание заниматься любовью, Дорис. Ну, это я еще посмотрю, когда с кем. А сексу часто думаешь? Но на симпатичных-то мужчин заглядываешься? Эротические журналы, кабельные каналы с порно и даже игрушки для взрослых – все это здесь в свободном доступе. Более того, персонал дома престарелых может даже организовать визит проститутки. Специалисты, в том числе бывшие россияне, говорят, что это не только психологическая терапия, но и снятие агрессии у особо возбудимых пациентов. Мы не могли его умыть, мы не могли его побрить, мы не могли его помыть в ванне. Мы ничего не могли, потому что только мы прикасались к нему, человек возбуждался, просто физически возбуждался. Хотя такой коммуникации у нас нет, только вербальная коммуникация с ним. Потому что мы думаем, что он не понимает слов, и мы не можем его остановить. Мы решили попробовать выйти на контакт с проституткой. Она согласилась приходить, там определенная периодичность, по-моему, она приходит, если я помню точно, раз в месяц к нему. До обеденное время. После ее укола мы просто видим, что человек изменился. Мы видим, что он расслаблен, что он спокоен, и мы к нему можем подойти, работать к нему совершенно спокойно. Визиты проституток, причем как женщин, так и мужчин, как правило, оплачивают родственники стариков. Однако в отдельных случаях расходы берут на себя муниципальные власти. Господдержку в интимном вопросе могут оказать, к примеру, прикованному к постели инвалиду. Тем более, что жрец любви в таких необычных случаях приходится брать не совсем с улицы. Персонал дома престарелых часто звонит мне, чтобы договориться о посещении. Я никогда не интересуюсь возрастом клиента, но уточняю, есть ли у него физические недостатки, к которым я должна быть внимательна. Как правило, мои клиенты мужчины за 70, двум самым старым уже стукнуло 90. Я не считаю своих клиентов извращенцами за то, что у них в таком возрасте сохраняется тяга к сексу. Абсолютное большинство – обычные милые люди. Это может быть одинокий человек или вдовец, потерявший любимую супругу. Им не хватает общения. Часто старики просят просто полежать рядом, чтобы касаться меня, ощущать мое присутствие. Потребность секса не исчезает с возрастом, зато меняется само понятие сексуальности. Прикосновения и близость становятся все более важными, в то время как половой акт и оргазм не обязательно являются конечной целью. Пожилые люди осознают, что физическое удовольствие может доставлять само чувство близости с любимым человеком. Наши жильцы часто страдают от сенсорного голода. Они могут однообразно тереть ладонью столешницу, поглаживать себя или как-то еще себя стимулировать. Верный признак того, что человеку нехорошо. И мы пробуем всячески им помочь. Некоторые дома престарелых приглашают волонтеров с собаками. Дементные пациенты могут играть с животными, гладить их, стимулируя тактильные чувства. И все же ничто не сравнится с теплом другого человека. По свидетельству врачей, возрастные пациенты, живущие половой жизнью, принимают меньше лекарств и успокоительных. А общение с секс-партнером значительно улучшает их психику. Так что руководство домом престарелых ничего особенного в интиме для тех, кому сильно за, не видят. Здесь говорят, скандинавам вообще присуща солидарность и взаимовыручка. Вот и по данным социологов, Дания признана страной, где лучше всего относятся к пожилым людям. И вообще местом для самой комфортной старости. Продолжение следует...